Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же. Толкование прочитаем? Конечно, толкование. Какие мысли есть? А что там мысли? Толкование, блаженного филакта, на эти стихи. Все мы люди неодинакового настроения. Иногда покровительствуем злу, иногда бываем судьями чужих зол, осуждаем подобных себе. Итак, сказав прежде о тех, которые одобряли злых, теперь ведет речь об осуждении и говорит. Итак, неизвинителен ты, то есть ты знал, что правосудие Божие состоит в том, чтобы достойно наказывать злых, поэтому и не имеешь извинения ты, осуждающий, делающих то же, что и ты делаешь. Кажется, что слова эти относятся к правителям, особенно же к римлянам, как тогдашним властителям вселенной, ибо судить есть дело правителей. Впрочем, это приличествует и всякому человеку, ибо всякий человек может судить, хотя бы и не было у него судейской должности. Итак, когда осуждаешь, говорит прелюбодея, а сам прелюбодействуешь, то осуждаешь самого себя. Ну, я хочу по этому поводу сказать, часто путают осуждение и обличение. Особенно вот, когда люди недуховные, им начинаешь их обличать. А что ты меня судишь? Не суди да не судим будешь. Как бы вот, а на самом деле не трожь меня, за собой смотри. Вот, поэтому, местописание, где говорится, не судите да не судимы будете, там не точка стоит, а запятая. Вернее, другое местописание. Что ты видишь, замечаешь. Сучок в глазе брата своего, а бревна в своем не видишь. Там стоит запятая, и дальше продолжается. Вынь прежде. Бревно из своего глаза. Да. А потом узнаешь, как сучок, как брату помочь. Вот. То есть человек, который вынул из своего глаза какой-то грех, например, тоже прелюбодейству, но перестал блудить. Почему я не могу теперь осудить того человека? Не сказать ему, зачем ты это делаешь? Это грех. Он мне теперь уже не скажет, а ты сам такой. Потому что я-то уже вынул сучок. Поэтому это уже будет не осуждение, а обличение. Осуждение это, когда человек, тут написано, судишь другого, осуждаешь себя, потому что судят другого, делаешь тоже. Поэтому про святых еще сказано, что разве вы не знаете, что святые будут судить мир? А как судить же грех? Вот в том-то и дело судить грех в том случае, когда ты сам в этом грехе. Тогда ты, получается, осуждаешь. А когда ты избавился от этого греха и указываешь на друг другим, на грех, это уже будет не осуждение, а обличение с целью исправить, а не просто. А некоторые вот тут думали, что раз они имеют власть судить, вот правители римские, ну вот он, например, ворует, а я его раз в тюрьму, а сам приворовывает. И он, ну я же вора посадил, поэтому мне как бы все с рук сойдет. Я же как бы борюсь со злом-то, воров-то сажу иногда, взяточников там вот. А здесь вот апостол Павел говорит, судя другого, если ты вора садишь, а сам воруешь, так ты сам себя осудишь, почему ты сам-то следом за этим воров в тюрьму не идешь добровольно, я в пасповинный не пишешь. Как бы вот так вот. Продолжим. Второй стих. Или у кого есть еще какие-то реплики, замечания. По осуждению, обличению. Давай второй стих. Второй стих. Развитие событий будет. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Толкование. Дабы кто не сказал о себе, кавычки открываются, я доселе пролюбодействовал и избежал суда, апостол, устрашая его, говорит, что у Бога не так. У нас одного наказывают, а другое, хотя тоже делает, избегает наказания. Но у Бога не так. Ибо суд Божий на дурных людей есть поистине. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Вопрос. Или пренебрегаешь богатства, благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Вот толкование такое уже более такое длинное. Разворачиваются уже события. Выше сказал, что воздаяние дурным людям за заблуждение и почитание тварей заключается в тех самых несчастьях, которым они предавались, потому что самая нечистота была достаточным наказанием для них. Теперь открывает уже для них и наказание. Для тебя, говорит человек, есть и другое наказание. Ты не избежишь суда Божия. Как избежишь ты суда Божия, когда не избежал своего суда? Ибо в чем осудил ты другого, в том произнес приговор на самого себя. Если же ты полагаешься на долготерпение Божие, потому что еще не наказан, то это не наказанность, служит большему наказанию для тебя. Ибо долготерпение Божие спасительно для тех, кто пользуется им к исправлению себя. А для тех, кто употребляет оно к умножению греха, оно служит большим поводом к наказанию. Не по своей природе, но по жестокосердию таковых. Дальше тут, собираешь, говорит, себе гнев. Не Бог собирает тебе, но ты сам собираешь себе. Как это? Своим непреклонным и жестким к добру сердцем. Ибо что может быть жестче тебя, когда ты ни благостью не смягчаешься, ни страхом не преклоняешься? Далее, сказав о дне гнева, присовокупляет откровение и праведного суда от Бога. И справедливо, дабы кто не пошел суда действием гнева, откровение говорит всего. Поэтому воздаяние сообразно тому, что открывается, а вследствие этого и суд праведный. Здесь правда не всегда одерживает верх, потому что дела скрываются, а там за откровением следует суд праведный. Заметь это место, сличив его со следующим. Ожесточу сердце фараона. Исход 4 глава, 21 стих. Ибо Павел изъясняется почти теми же словами. Ну что, брат, скажи что-нибудь. Что-то я прочитал, как-то так вот следует. Ну дело все в следующем. Если разбираться поближе, рассмотреть это местописание. Это как вчерашнее чтение батюшки грехов. Кому относится, непонятно. Но есть, к счастью, конечно, и к нам тоже. Но если бы такой человек у нас нашелся в общине, как вчера грехи прочитали, то этот человек, значит, еще ни разу не был на занятиях, по слову Божьему. Это чисто московская патриархия. Пришел первый раз человек и чувственно определил, что ему здесь нравится в церкви, как обычно говорят. Я тут почувствовал какое-то облегчение. Какую-то благодать. Слезы там полились. Еще что-нибудь. То есть, о вере разговора никакого не будет. Так и здесь тоже. Почему мы читаем и нету никаких слов, никто ничего сказать не может. А что сказать-то, если разговор идет о неверующих здесь? Тут апостол Павел почему-то пишет к неверующим. Вот надо, что определить. То есть, задаем вопросы. Кто сказал? Кому сказал? Когда сказал? И зачем сказал-то? Определив эти четыре вопроса, мы сейчас спокойно эту главу прям заглотим быстренько и все поймем сразу. А так будем читать и думать. А чего он говорит нам? Кому? Нам зачем это какие-то суди, не суди? Кого ты сегодня, брат, осудил? Ты кого сестра сегодня осудила? Брат Василий, ты кого сегодня осудил? Кому говорится это? Это вообще непонятно. Апостол Павел вроде мудрый, думаем. И что-то вообще не про нас разговор ведет. Итак, вот я же задаю вопрос теперь тебе. Кто сказал? Это легко же. Кто сказал? Апостол Павел, послание к римлянам. Кремлянам. Кому сказал? Новообращенные. Отлично. Которые только начали приходить к вере, но за старое еще цеплялись. Были правители римские, они властвовали над миром. Была такая вот у них... Нет, давай местом писания это определим. Почему? Откуда там римские правители? И мы читаем, что домоправитель Хузы, Хуза, он был домовладыкой у Нерона. Ну так как историк тебе легче. Так это тут в Евангелии написано. Это апостол Павел говорит. То есть вот это, да, из дома Нерона, он его домоправитель, Нерона самого. И он в общине римских христиан. Каково? Ну и там и много так получается тоже знатных людей было. И мы смотрим, вот фильм показывают, Камагридеши, тоже знатный, известный Патриций, тоже уверовал. Вместе с женой. Все слуги уверовали. И целые дома, раз, верующие. А у него там еще друзья, знакомые, братья. И теперь мы читаем здесь дальше. Да, можно начинать чуть-чуть ближе, чуть-чуть понятнее становиться. Итак, это говорится к новообращенной общине римской церкви, христианской. Но почему такие жесткие слова апостол Павел говорит? Да если бы вот сейчас бы он вышел и нам бы тут это сказал, прям серьезно, у нас бы не две сестры расстались. Там бы все вышли в коридоры с ним разбираться с апостолом Павелом. Ты чего всех обижаешь-то? Тут все сидят верующие до мозга костей. Аж пятки православные. А ты нам такое говоришь? Нет уж. А ну давай объясняйся, что это такое-то нам тут. Кто, когда я кого судил? А ну-ка скажи мне. Ну мы же не знали бы, что это апостол Павел. Мы бы просто уже приняли его за какого-то мудреца. Ну пускай православного там, может какой-то старец. Но слова-то обличительные были бы такие же. И теперь понимаем. Вот меня, что здесь больше всего касается, вот всегда это касалось меня. Я же не первый раз это читаю. То, что он говорит к ним, как будто бы они до этого знали Бога и Бога. Обращается. О милости Божьей говорит. О долготерпении Божьем. Вы же, говорит, все это знали. И вы, говорит, будете за это судимы. Что вы знали это. А как они знали? Они же язычники. Откуда они знали-то? О чем речь-то тут тогда идет? То есть получается, что от нас сейчас с течением времени скрыта подоплека вообще язычества. То есть язычество и вера иудейская, они стояли на одной платформе. На одной платформе преданий о Боге. Просто эти ушли за людьми потом, а одни, малое количество, это Авраам и семейство, дальше уже там родословие, стали поклоняться Богу в истине. То есть предания, истинные предания приняли. Хотя, конечно, когда есть предания просто из глубины веков, да оно еще тебе не подходит, да оно какое-то неприятное. И хорошо, когда на него наслоения какие-то есть. Ну вот с течением времени время пройдет, и вот те, кто относился к Игнату Тихоновичу предвзято, они будут говорить, да нет, ничего в нем такого не было. Да так человек, да говорил что-то, да так, простой верующий, да там ничего. И только те, кто понимал все, они всю эту строгость его, всю канонизацию, они скажут, не, жесткий был мужик, с ним сложно было жить. Почему? Да я сам с ним жил рядом. Если ты не исполняешь заповеди Божии, он тебя обличает. И вот это вот было принять тем людям, которые там жили в древности, тоже было сложно. То есть Слово Божие, предание Божие их обличало. Слово Божие их обличало. И они переставали принимать это на веру. Ну а вообще, Бог могучий, который потрясает горы, который приходит на помощь, это приятно. И он за тебя, главное. Фильм есть такой, называется Мы были солдаты. Там Мэл Гибсон играет. Это первое столкновение вьетнамцев в 65-м году, в 63-м, и американцев. И показывают перед тем, как американцы залетели из Камбоджи на территорию Вьетнама, на вертолетах, это у них такая, называлась кавалерийская дивизия, и познакомились с вьетнамцами, ну путем войны, убийства этих людей. Они же к ним залетели, американцы. Молятся, показывают. Они же католики все. Вот он стоит на коленях, этот Мэл Гибсон, и молодой лейтенант, видно, аж трясется, у него руки тут четкие, и он молится, и прям видно, что он переживает. А тот, ну че ты молишься-то, тот, да я вот к тому, что может быть как-то обойдемся мы без этой войны, может нам что там делать-то, там же, ну это, да ты не бойся, сынок. Вот как надо молиться. И, Господи, там, благодарим Тебя, там, за то, что Ты нам вот это дал, там, то дал, дал, все дал нам, там, все за семьи наши благодарим Тебя за то. И помоги нам, вот сейчас в этой компании тоже, услышь наши молитвы, а не молитвы этих язычников. То есть, понимаешь, это же приятно, когда слышат молитвы-то, Бог сам, Он за тебя, по верхушкам деревьев, как шумнет с левой стороны, все уже, начинай, как это было, помните, при известных судьях, как, говорит, зашуметь, говорит, по верхушкам, как вот, сильно, как треск пойдет, шум, так, нападай, говорит, на неприятеля, все, это Бог тебе знак дает. И как зашумело, они как кинулись, раз и победили. А там камни с неба начали, потом, говорится, камни, говорит, побили больше народу этих, монетян, монетян, чем евреи, потому что они боялись еще, резать людей еще, впервые армию создавали. Так и тут тоже, это же приятно было. И что-то, что-то малое, эти язычники сохранили от преданий о истинном Боге. А остальное было все ими забыто. Как можно дальше отложено, будем говорить. Своё внесено. Да еще своё, да. То есть, ну, легендами это все откутали. И получается, что когда апостол Павел с другими учениками Господними пошел на благовестие, то он как бы восстанавливал забытое этими людьми. То есть, они что-то помнили, что-то у них было, как вот эти сивильские жрицы-то сивильские. У них там были записи, пророчества, которые, они как у них тайные были какие-то. Это было чисто по преданиям божественным все. Что будут катаклизмы, чуть не откровения, но такие познания. И они считали, что этих сивил за ну, как настрадамуса, что-то за пророков каких-то от Бога посланных. И всегда это ценили вот эти язычники. И апологеты христианские, как и устин философ, они прибегали к этим записям. И через них тоже раскрывали истину божественную. Рассказывали. И пользовались невероятным успехом, потому что мы видим сейчас, что мы вообще о язычестве ничего не знаем. Мы никаких обрядов сейчас не знаем. Ну, афродите как поклонялись? Мы-то как представляем? Великав, афродита, эферская! И кричали они, говорят, так, до самого вечера. Все, больше мы ничего не знаем. И представляем себе, дурни стоят, куча мужиков, там тысяч сто, и кричат, великав, афродита, эферская! и все. Э-э-э-эй! А что они кричат-то? Сейчас за Зюганова тоже кричат? Что, просто так кричат? Да нет, он выступает по телевизору, у него программа своя, у него Маркс-Ленин. Если все это учение их разложить, всю подноготную коммунизм, там не на один том выйдет, не на один десяток, столько наговорено всего. И это эферская тоже, афродита пользовалась, то же самое. У них там свои церковные уставы были, собрания этого зреческого. Показывали ее храм этой, Афродиты Ефесской. Как он был построен? Это оказывается чудо. Храм Афродиты Ефесской это одно из чудес света оказалось. Он построен в болоте. И когда начали смотреть, а он разрушенный или что? Нет, оказывается, он просто от времени разрушился и все. Храм. То есть его никто не разрушил. Ни землетрясения, ничего. Хотя в тех местах в Малайзии землетрясения постоянно идут. Почему? Начали смотреть, оказывается, в болоте построен специально этот храм. На специальных матах выложены. То есть, ты представляете, научные мужи работали как храм этой богини построить. Чего бы они работали-то? Если бы не было какого-то призвания у них. Ясно, что они всех себя отдавали не просто за какую-то статую, а за целый комплекс учений, которое позволяло им жить, надеяться на что-то. Мы просто этого сейчас не знаем, но судя по словам апостола Павла, мы этих людей, тех язычников, можем сравнить с теми язычниками, которые сейчас у нас есть. У нас сейчас больше не язычники, а атеисты. То есть, раньше атеизма практически не было, это не встречалось с атеизмом. Атеизм это отрицание Бога, отрицание высшего существа. На это никто не мог посигнуть. Слишком много таинственного в жизни людей. Очень много. И вот эти вот, то, что бесы делали, это еще больше людей усугубляло, к тому, чтобы веровать в невидимое, в невидимое высшее существо. А сейчас люди поумнели, начиная с 18 века, с конца, отрицать Бога начали, то есть, а там молния ударила, там электроны какие-то бегут, там молекулы, это все можно. И сейчас получается нам, для чего я все, к чему и подошел, это сегодняшние строки Нового Завета нам помогают определиться, как нам беседовать с людьми, которые сейчас есть у нас. Апостол Павел обращает свою речь к тем язычникам, через это, бывшим язычникам, но еще очень много в себя несущими язычества, прям такого тайного, что никто показать не может, только Христос высвечивает это. То есть, до этого они злословили кого-то и поносили и судили и никто ничего не знал. А теперь, когда они стали христианами, это позволило апостолу Павлу прояснить в них вот такой прямой речью, как будто он обращается к неверующим людям. Почему ты столько прочел и думаешь, а что дальше это говорить мне? Потому что он к неверующим, не к тебе же и не к сестре к нине. Мы-то совсем о другом думаем, как сейчас людям пойти на благовестие и рассказать так о Христе, чтобы они по три тысячи по пять тысяч уверовали. Но мы этого не можем сделать. И когда мы до конца это все прочтем, мы поймем, почему. Потому что платформа не та уже, которая была у язычников. Если бы мы пришли в деревню, а там храм Артемиды и Фесской и неведомому Богу, вот тут-то бы нам было легче. А там кому храм? Да никому, храм самому человеку. Они привыкли на самих себя. Там если клуб, то это никакой не храм. Это просто клуб туда приходит, они друг друга показать, друг перед другом вот это вот, потанцевать. Какое тело, какие тела у них гибкие. А что дальше после этого? Непонятно вообще. Мы гибкие, зачем они нужны? Кому-то все гимнасты и получают миллионы за это. То есть это человеческое тщеславие. Тщеславие настоящее. То есть тщетное прославление себя. Совершенно суетное. Много времени, сил, денег и ничего не получили. Поэтому вот теперь читай дальше. Продолжай. Мы сейчас легко дальше. Впереди говорится о том, что будет праведнее. Голубка заболела у меня. Крылышко, которое вот так... Да, сейчас пошел. Давай, отдельно кормить ее, полить. все-то не выйдет. Это голубка значит. И вот говорится седьмой стих. Вот это вот зеленое. То есть Бог воздаст каждому по делам его. И потом людей разделяет на две категории. Первая категория о них сказано так. Никогда не вложите на книжки о всем. Те, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную Бог обещает. Дальше Филак толкует это местописание так. Сказав, что Господь воздаст каждому, начал с награды добрых, делая таким образом речь свою приятной. В словах кавычки постоянством в добром деле высказывает во-первых то, что от добра не должны отступать, не совершать оно нерадиво, но пребывать в нем до конца, а во-вторых то, что не должно полагаться на одну веру, потому что нужно и доброе дело. Словом бессмертие открывает дверь воскресения, потом так как все восстанем, но не все для одного и того же, но одни для славы, а другие для наказания, то упомянул о славе и чести. Итак, вся речь имеет такой смысл. Тем, которые ищут большей славы, чести и бессмертия и никогда не выпускают их из мыслей своих, Бог воздаст воскресение жизнь вечную. Таким же образом снискиваются снискиваются будущая слава, честь, каким же образом снискиваются будущая слава, честь и нетление? Вопрос. Ответ постоянством в добром деле, ибо постоянный в добром деле и твердо стоящий против всякого искушения действительно снискивают и славу, и честь, и бессмертие, и наслаждение нетленными благами в нетленном теле. Пожалуйста. Я ни разу не слышал, чтобы сектанты это место считали. Потому что написано постоянством в добрых делах ищут. Выходит, я хочу славы. Ищут что, славы? Нет. А что? Славы, чести и бессмертие. Ищут? Ищут. Вот именно. А после корыстолюбца вы только думаете как рай получить. А я вот уверовал, я со Христом слился, я одно, во мне те же существования, я ни о каком царстве не думаю, он просто отдаст мне и все. А слава Божия говорит так, ищут. Ищут не чего-то, а славы ищут. Понимаешь, как это у них вообще такая запредельность духовности им кажется, что об этом даже разговаривать не надо. А это нас побуждает к добру. Когда Иоанну Златоусту говорили, вот говорит, твои прихожане, посмотри, что они делают. Вот в пилушку есть неверующие, лучше верующие. А он на это отвечает, что есть православные там, верующие, поступают плохо, это я и без вас знаю. А что есть неверующие, которые всегда делают добро, этого я сказать не могу. Почему? У верующих есть три причины, чтобы быть добрым. Добрым, когда всем приятно с ним. Первая причина, ожидание суда Божия Ее надо. Адвентисты его отбросили, говорят, а мы добрые. Если ты забудешь прав, никогда добрым не будешь. Это первое, 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 что Бог дает, это угроза. Смертью умрешь, еще в раю. А он понятия не имеет о смерти, но уже смотри, не трожь. И что? Не трожь, я тебе еще больше дам. Нет, в ад пойдешь. Бог угрожает везде, начало мудрости, страх Господь. Все сектанты о страхе Божьем нет. Совершенная любовь изгоняет страх. Они безбожники. Я вот вижу, они нарожничные, совершенно никакие. Люди, верующие, они хватаются за страх Божьего, только бы в ад не попасть, только бы не погибнуть. Как в Кресе Рассанате она зарезанная, только бы не погибнуть. А эти, это первая причина. Почему верующие добрые? Ну, как добрые? Первое, что я не злодею, я не могу изменять жене, я не могу там всякие пакости делать, воровать, злословить. Почему? Огонь. Страх попасть в огонь. Ни один злоречивый туда не попадет, ни один блудник. Второе, это обещание будущих благ. То есть, Господь за добрые дела, все обещает рай, блаженство. И третья причина быть добрым, это вспомосществующая благодать Божия. Бог помогает, отвечает, поднимает, укрепляет, благословляет. У неверующего ничего этого нет, он добрый. Что ты решил-то? Огня не боится. За добрые дела? А почему если огня не боится? А почему он должен быть верный-то? Вообще непонятно. Добру, верный добру. Почему ему зло не сделать-то? Зло не сделать, если за это никакого наказания не будет. Главное, а прокурор-то, он со мной вместе, сколько пересажали этих прокуроров, судей, для них отдельно лагеря строят. Второе, награды нет, а зачем я буду творить милостыню, собой жертвовать, не досыпать, а своих детей отрывать, посылать куда-то, на другую сторону. Адаши, за ним мог, устал, состарился, никому не нужен. Я вспоминаю про одного генерала, комсомольская правда писала, он патриотическую работу вел в старших классах, и вот он им рассказывал, как в войну воевали, а он танковый был генерал, генерал-майор, и у него все нравилось, ладоши хлопали, но вот он пошел домой, пошел домой, и к нему подошли, дай денег, он говорит, какие же деньги-то у меня, я же на пенсии-то. Они его шибли, и давай пинками катать на остановке-то. Я, говорит, вижу, как ноги мелькают, и рядом люди идут, и ни один не заступился, видя, что убивают генерала. Ну, и вот спрашивают, а какое у вас было желание? Вот это, ребята, вами воспитаны, патриоты, мне хотелось взять автомат и стрелять, и стрелять, и стрелять, и стрелять, то есть весь патриотизм его пинками вышибли из него, ничего нету. Почему? А это ты их воспитал, Бога-то нет, наказания нет, что-то старый пенсионер, старпер, кому ты нужен, пенсию проживаешь здесь, нам больше достанется. Они это по-своему тоже объяснить это могут. И вот здесь, говорит, ищут славы. А ты что, славу ищешь? Конечно, ищу. И им что обещано? Жизнь вечная. Я ищу славу во Христе. Ищу, что считай, почитай заново. Вот впереди каталов. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, запитая чести и бессмертия, жизнь вечную, Бога. Жизнь вечная. Я должен искать славы, делая добро. Вот сейчас я вожусь с этой машиной. Ты понимаешь, у меня сон пропадает. Ну, никто не сунулся. Сегодня собрали, говорят, 44 тысячи. Это одна двадцатая часть. Одна двадцатая. А дальше будет или не будет что-то. Как будто никому дела нет. Понимаете, вот секрет какой. Я вот по себе просто скажу, я не понимаю, как это можно было так вот. Когда сбор делали, даже вот последний зал, я никогда меньше, чем пятьдесят тысяч считал, нельзя наложить. Как это так? А иначе я положу пять, да другой пять. А что из этого получится-то? Ничего и не получится. Вот. Это их дело. Но я просто говорю, какие у меня чувствования в этом делали. Так у меня дело. У меня тоже дела есть. Но я ищу славу во Христе. А через это жизнь вечную. О, да ты корыстолюбивый, конечно. Но наше корыстолюбие идет, говорит, к постоянству в добрых делах, через добрые дела. Корыстолюбие во имя Христа. Корыстолюбие я. Как бы корысть имею, но ты ее не получишь, если сам себя не отвергнешься. А которые говорят, да нет, я ничего, я просто так, это обман. Ищут, написано. Ищут, ищут. То есть, я постоянно ищу, где бы нам, наверное, еще славу найти во Христе, счастье во Христе и бессмертие во Христе. А за все задать, а что я ищу? Еще до этой жизни вечную. Стих-то какой понятный, ничего не надо толковать, но его не хотят исполнять. Придуряются. Говорят, это придурки церковные. Ты прямо назовешь вещи своими именами. Как Златоуз говорит, я не делаю зло, только потому что я в сто раз спал в блуд. У меня все было. Как вспоминаю, в армию приехала там, она уже заканчивала университет, учительница была. Я один с ней в кабинете, у меня один кабинет был, то другой-то. Нельзя. Она приехала для одного дела. Я говорю, а куда же мы с этим грехом? А если я умру в грехе? Она не может еще понять, я ей говорю. Страх. Страх, который мне мама, Мария Егоровна, вложила в меня. И он меня сохранил от блуда, я не знал женщины. Ум мой не источен блудом, поэтому больше всего память не отнимает блуд. Невоздержание, вот это все, это все блуда, нервы расшатаны, сожраны. Ну, скажешь, а у меня вот не получилось так, начиная во Христе, каким ты мог бы быть, ты уже не будешь, но во Христе ты многое добудешь. Ты там не искал. У меня просто, грубо скажем, жребий выпал такой, что я родился в верующей семье, мало верующей, но имеющей страх Божий. У меня дед по матери и бабка, и по отцу были верующие. Верующие, там, то кержаки, то белокринецкая иерархия. Вот. И они мне дали страх Божий. О Христе я не знал. Я это от пятидесятников узнал. У пятидесятников. Они тогда объединены были с баптистами. Вот у меня все так, это все удивительно соединилось, даже, ну, назад, начали проигрывать, и все, слеплено, ничего нельзя сделать. Я искал эту славу, конечно. Во Христе. Представь себе, я учусь в мореходном училище, вызывает капитана. Значит, поступила на вас запрос, что действительно верите? Да, верю. А вы понимаете, что вот вы сейчас заканчиваете, у вас такие успехи. Штурманом долго вы не будете, вас обязательно капитаном поставят. А корабль, это территория Советского Союза. И теперь у вас что-то не заладилось, вы будете поднимать руки и кричать, Боже, помоги! Мы представляем честь нашего государства. Вы понимаете, что это несовместимо? Ну что, я завтра заявление, ухожу из мореходного училища. Нельзя работать. Потому что я знал, что есть другая честь. Здесь я бы был, может быть, и генералом был бы. Я этого не отрицаю, контр-адмиралом. Могу вполне быть. Но, я нашел большее. Проплывающий мимо лодки позорища Христова. Из-за него уцепился, спрыгал. Вот он сегодня говорил про общину. Вы поймите его, что он говорил. Люди, которые сидели здесь, они ничего не поняли даже. Он, я говорю, за 7 тысяч километров с Магадана все бросил, насиженное место, квартиру, все бросил человек. община, единая семья. Вот помните, есть такая Джейн Эйр, фильм, и она, когда оказалось, что наследница дядя ей там пожертвовал, и пожертвовал столько, что, и она теперь им всем этим делит, и они говорят, ты что делаешь, ты такая знатная будешь, там в Лондоне и везде. Она говорит, вы что, у меня никого роди не было, сейчас у меня братья, сестры, она обнимает, их целует, у меня целая семья. Она разделила это на 4 части, на всех, на двух сестер, на брата и на себя, порвами делала. И самое главное, какое у нее лицо, эта артистка так играет. Она до того восторжена, сзади подбежит, одним, у меня никого не было, я одна, отец умер, мать умерла, а теперь у меня братья и сестры есть. Вот это в общине. Как это не понять, куда я пойду? Куда я пойду, когда везде чужой? Вот они собираются, что даже, которое слово там изучает, это они все чужие. Еще пока их, такие плотские интересы сворачивают. Она молодая, я молодой, тут еще, говорит, все, другой, говорит, листья растет. А дальше это все, по корням. Да, конечно. Отбрашивание их удержать. Хорошее место. Ищет. Понимаете, главное дело, упор ищет. И не надо этого стыдиться. Так ты еще, ради Царства Небесного, да, а где Христос? До кого? Христос и Царство одно. Когда, говорит, пока, если бы приблизилось Царство Небесное, это означает, пришел Христос на землю. В лице Он Царь и Его Царство. Это объединенное все. Христос есть личность, а Царство, это Его, как производная, грубо так скажем, это Его Невеста. И вот начинает мухлевать, мухлевать, это есть обманывать, прикрывать ложными словами истинное намерение. Никогда не бойся сказать. Я откажется, корыстолюбивый. Так ты что делаешь ради своей корысти, детским лагерем занимаешься? Конечно. Конечно. Дети, которые у меня вырастают, они уже взрослые. И я ему встречусь, он меня не убьет, не завержет. Дальше. Эти дети растут в семьях, теперь у них нормальные семьи. Я корыстолюбивый человек. А уже по мелочи такое, я же собираю мука, другое, то я всю зиму питаюсь, еще делю между собой, даже здесь у меня корысть. Я очень корыстолюбивый, и я не стыжусь этого сказать. Все. А там еще и тыкву вырастет, и картошку. А книги вот издавали корысть, конечно, корысть. Корысть. Большая очень даже. Ни в денежном эквиваленте. Во-первых, я распространяю то, что мне Бог открыл, и я не скрыл. Я говорю, два дня не вышел в мейл.ру, просто там сомневался, так уже сейчас уже идут, ну почему у вас нету, там столько дней. Я говорю, два дня только прошло. Опустело, ничего нету, сижу в интернете, а каждый день я давал фотографии. Что за дети, а глаза-то такие, где вы берете, а можно нет приехать там. Посчитал бы, что. А они что, на форум не могут выйти? Там сколько уже тем? Я уже сколько посылаю. Тем-то сколько на форуме? Да. Там ему некогда будет пустоту видеть. Сейчас зашла какая-то одарка, она была здесь, такая пахарная бабенка, или кто она такая? Что такое одарка? Одарка. Она там начала, что царство небесное, дай мне сейчас, вот заголовок такой. А дальше она там поболокла на Данилу Сысоеву, там собака, там всякое-то. И я ее запретил, она не имеет права заходить. Ну и больше ее нету. Уже прошло, прошло так, допустим, месяцев восемь. И вдруг она сейчас появляется ко мне в личку. Киска. Она зарегистрировалась, другая киска. Это запрещено. Я вот сама, та самая одарка, а она не может до своих добраться. Это я ее законопатил. Уберите то, что я давал. То есть сотрите все. Я не знаю, отвечайте или нет. Как это? Сотрите. А на ее слова там ты отвечаешь, еще кто-то отвечает, Алексей Загулеев. А теперь я ее все уберу, а она что не отвечает? Это что, Света, которая из Белоруссии? Не понял. Света, которая из Белоруссии, это? Нет. Нет, нет, нет. Это потом какая-то шалава. Шалава. Она такая нехорошая, нехорошая. Давай там поносные слова прям ругатель на Света, не ела ее. Срамота одна. Я ее сразу закрыл и доступ запретил ей. Ну, я как главный администратор, я имею это право. Полномочия такие. Не я их дает там это. Ну, кто делает, основывает форум. Вот у него, вот Юля у меня была, она была модератором. Она говорит, у меня не хватает полномочий. Вот я могу только редактировать, допустим, новости Алтая. Она больше никуда. А у этого, у тебя на какие? Суду супермодератор. Вот. А он может на все законы с редакции. Но убрать не может тоже. Там не дано. Убрать только я могу. И организатор, администратор. А я главный администратор. Я на сейчас зашла, уберите. А что же я буду убирать-то? Они на меня не могут понять. Так я такое говорил, плохое. А вы все это оставили. Обычно везде сразу стирают. Нет. А у меня там что-то, наша муха там клеветала. Я все оставляю. Что там этот ДМ2 говорил? Я все оставляю. У меня все остается. Вот даже в Мейл.ру моя фотография. Ну и так-так судят. Я говорю, смотрите, я один и то же. Обо мне судят и так, и так. Какие люди предвзят это? А это все обо мне. Это я один и то же. Саша Дмуха вошел сразу же. Фотография его старый фарисей. Отметил. А убрать-то не может. И оно торчит целый год старый фарисей. А я другим объясняю. Я старый, действительно, я не молодой. 70 лет рубеж, а я уже перешагнул. А фарисей, да я сын фарисея. Понимаете? Он меня не обидел нисколько. А он-то прошептал прямо, прошепел. Старый фарисей. Я знаю, из фарисеев апостолы были, а из тадукеев никто. Я в православии. Мне по чину положено быть фарисеем. И соблюдать уставы, посты. Два раза в неделю пощусь. Десятину дают. Это про меня все написано. Но мне главное, что не садить его. Вот чего не хватает. Санитые мяса. А вот садукеев, он отрицает, все абсолютно ушел. А из садукеев никого нету нигде. Ни одного апостола, никого. Даже из зелотов. И то есть, Симон Зелот. А Симон Зелот, ты знаешь, это террористы были. Это смертники. Их называли сикарии, кинжальщики. Убийстве из-за угла. Вот я один из них был бы. Я самый настоящий зелот был. Представьте, я как разыгрывал себя, что вот это, кому не есть, как подобраться, узнать, кто он такой, убить, не попасться. Я разыгрывал одну операцию за другой. Геймер. Вот у людей какие мечты были. У меня только одна была мечта, стать террористом. Ты посмотрел, сколько у меня ножей было, сколько оружий, везде подоткнутые патроны. Вот представь, наконец скачу, в ружье в одной руке и стрелить, и воробья мог снять. Приглашали даже отец-трягов освободить, курять их там, куриц растаскивали. А Господь показал, я тебе покажу, на тебя все террористы будут. И ты еще Бога благодарить будешь. В корзинку убегать начнешь. От Бога все это. Я ищу славы, чести и бессмертия. Вот эти слова, ты прочитал и сразу скажи, ты их выполняешь, и тогда тебе эти слова дорогие. Вот сейчас говорят, новые переводы Библии, согласно новых раскопок, и такие люди, когда начинают говорить, я могу только по скайпу объяснять так много. Какие переводчики синодального перевода-то? Двое из них уже канонизированные. Филарет Московский Митрополит и Макарий Алтайский. Переводчики. Ты почему не ценишь этот перевод, а ты ни одного стиха наизусть не знаешь? А как я могу бросить перевод, когда я пропитан весь им? Вот сегодня же говорили, так Библию нельзя знать. Это только, это от нечистой силы. Библию Бог дает знать. А они понимают, Бога-то не берут в внимание. Сегодня письмо считали. Это невероятно. Библию так знать. Да, так. Представь, вот я приехал, прошло всего год, как я обратился. И вот я сижу под стенами, ну тогда называлось Загорск, а сейчас Сергиева Лавра. И там семинаристы, академисты, солнышко было, весна, и мы сидели и беседовали. Ну они учатся, семинарий окончил, потом академию. А я-то какой, шплинт там, 24 года был. Я когда с ними беседовал, я сразу увидел, они писания не знают. Они не знают. Он начинает говорить, а вот где-то в Ветхом Завете сказано, он примерно говорит, я говорю, это у Эзекииля, 35-84. Они вот, еще-то скажут, а это, первое фессалоникийство, там там маленько не так, там сказано, как они сбулгачились. О, да это сектант, сектант пришел к нам. Потому что я цитирую Библию с названием места Писания, цитирую, да запятой точно, это сектант. А знали бы, как они меня этим возвысили. Что я никакой они, а я сектант. Хотя я в православной вере, но я сектант. Меня уже отделил Господь от них. Надо еще из этого слова выжить. Когда Сталин говорит, да вы фанатик. Из чего особенного, я согласен. А вы не фанатик. Экстремист. Я экстремист. Я вышел на кафедру, Библию поднял, а тут профессора сидят. Я говорю, я экстремист. А меня вызвали, чтобы выступить. Я говорю, а те, которые не экстремисты сидят, вы знаете, кто это Блевотина, вот такой стоп, показал, они все сидят за столом. А почему? Потому что не теплые, не горячие, не холодные. А теплые. А теплые, звезды из уст моих. И толкование из уст извергается только Блевотина. И они мне ничего не возразили. Я говорю, а передо мной прошел доктор юридических наук, а вот преподаватель кафедры юридического университета, института, там кафедры, и он Сорокин Виталий Сергеевич. И выступил до того хорошо. Верующий, настоящий, всегда экстремист, говорит. Я пришел к главному редактору и через него нашел телефон, позвонил, и говорю, откуда вы это знаете? Он говорит, тогда, кажется, 12 книг у меня вышли. Это 12 книг открытым оком. Я для чего считаю? Понятно? Как Бог открывает? Я ищу славы, чести и бессмертия через свои книги. Как паук цепляется лапками. Я достиг конца Вселенной. Так я благодарен Богу, что Он дал мне жизнь. И вот вчера ролик один я поставил, он на форуме стоит, о том, как зарождается жизнь. И показывает, голова стеки с хвостиком где-то плывет, где-то. Ну, тут понятно, где сперматозоид. И теперь, как он проникает, там такие дебри, как он лезет, их много там, и они только продалбливают, проходят, как соединяются, как разлагаются, как идет дальше, как отслаивается, и дальше появляется какая-то каракатица, наконец, позвоночник, глаза. Ужас! Я понял, это я один, и я пробился, я вышел из утрого матери, приник к ее виноградным кистям, да это я. Ох, какое же я устройство имею чудное. Я сразу перетащил ролик и поставил себе. Зайдете, посмотрите. Человек ничего этого не знает. И вторая категория людей, на которых будет суд от Бога, это «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, обещает Бог». Вот, пожалуйста, любой сектант туда может... А я никого не осуждаю. А что вы нас осуждаете? Да не я осуждаю вы. Вы всю церковь посудили до вашего возникновения. Ни Златоуста не было, никого не было, ни Игнатия Богоносца, никого не вы. Страшно дерзкие, особенно женщины у них. До ужаса. Вот она первый раз так и зашла, и она сразу начинает поучать, а вот вы поклоняетесь не тыдолам. Она иконы от идолов подречить не может. Это сектантское скудоумие основано на противлении. Почему? Она на Испу ни разу не ходила. У меня виноват. Значит, говори. Я сказал, Боча, ты мне говорил, чтобы я очистил рабочий стол, что он мешает работе, тормозит. Ты правильно меня учил? Все, я так и сделал, так и сделал. Я твой ученик. Я думаю, ты согласишься с этим. Так вот, я их здесь все перевел, а потом гляжу, полтора гигабайта, и написано программа. Я думаю, а что она будет торчать? И я раз на Д. А там не могу ее найти, и думаю, вот это я сотворил. Так они у меня исчезли куда-либо? Да нет, они на машине. А вы как-то можете, видите, делать какую используете программу? Диантер? Можешь не спрашивать, ничего я не отмечу. Главное, что нормально все. Да вот, за посвящая она меня заставила программу ровно 30 раз за день сменить пароль. А пароль это 38 знаков, настолько сложные, знаете, большой и малый шрифт. И она заставляет программу, но она меня каждый раз допускает. Это не администрация мейла. Это что-то после вируса, там у них, ну, повреждения хромают на одну. 30 раз. Но я на каждый вход смену пароля полторы минуты. Я просто сильно научился. Поэтому я ничего не прошу, только не трожьте дальше меня. 30 раз пароль я заменю. Пароль у меня настолько сложный, мне уже дали понять, что если подключить 30 компьютеров, то им 300 лет надо работать, чтобы разгадать. Не меньше. я думаю, что не потерял что-то по другим названиям. Я запустил поисковик, она программы дала штук 10 раз. я на занятиях. Ладно, ничего не сделаешь, когда придешь. Но главное, что я перенес на диск, этим я не нанес удар компьютеру. Нет. Все. Она никуда не делась, она там, просто я ее не могу найти. Отошел. Ты на контроле держи, о чем мы говорим сейчас с супругой. Отошел, с Богом, благодарю. Алексей, у меня случилась такая неприятность с программой. Ну, я слишком послушный ученик. С окна все стало, с рабочего стола убирать и смел программу на диск D. Полез туда, там нигде не могу найти. Поисковик дал, ему показывать штук 10. Ну, глупость. Еще же не соображай, пень старый. Нет толку-то. У меня одно положительное качество, что я слушаюсь. Когда они мне говорят, я делаю. Не понимаю ничего. И мне хорошо. Мне хорошо. Вообще ничего не соображаю. У меня какой-то такой мистический запах оттуда идет. Я не могу поверить, что так можно откнуть нигде ничего. Ни этот экран-то целый. И нигде вот станцово виртуальный. И вдруг переключается, захожу, ищу, что угодно можно найти. Закладываю стихи. Моими стихами весь секфир наполнен. Весь интернет. Это кто же так сделал? Это роботы. Вчера они ко мне 140 раз заходили. Роботы. Каждый день около 100 раз заходят роботы, и что у меня новое растаскивает. И что бы, и вот это, ролик, вот это все растащит сразу по всему эфиру. И заходят. Вот это нравится, вот это люди. Ну, и я как бы боюсь его еще. Я думаю, в один из дней они отключат, и ни у кого ничего не будет. А книги, вот они. Они уже делали. Вот когда, где нужно было, там, в Ливии, они отключили вообще полностью. Все. Вот сейчас перед предвыборной программой, говорит, отключали целые сервера, и ничего не было. Во Франции вот манифестации были молодежи, и на силу добились, говорит. Я смотрел, что там делают, сейчас манифестации прямо показывают, как они делают. Идет к одному, но выступило от имени церкви, в газетах написано, чтобы патриарх сказал, что мы исчерпали, я думал, исчерпали заголовок, исчерпали, ресурс на революцию. То есть, какой-то ресурс отпущенный якобы, можно одну революцию сделать, половина порубить, а второй уже нельзя. Вот такое мнение. Да кто это отпускал нам ресурс? Когда ненавидящий брат решила каубийца. Без всякой революции. Ну, он сказал так, что просто мы не выдержим. Опять 17-й год и 70 лет безумия. А что делать? Маленьца. Я знаю только одно. С Богом беседовать, просить, восхвалять, благодарить. Буду восхвалять Господь, доколе жив. Буду петь Богу, доколе весит. Псалом 145, 2. Все. Понятно? Только подумал и надпись перед глазами. Давай, брат. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, Иудея, потом и Елена. Толкование. Говорит об усилии и неразумном упорстве. Здесь показывает, что они сделали злыми не по неведению, но по упорству. Почему? И недостойны помилования. Покорность неправде и непокорность правде также есть грех произвола. Ибо не сказал, которые принуждены и терпят насилие, но которые покоряются. Обрати внимание, что о Господнем воздаянии в жизни вечной выразился иначе, нежели о прискорбном. Ярость и гнев и скорбь. Не сказал, возрадуется Богом, но оставил речь неконченную, чтобы подразумевали, будет. Ибо Богу свойственно животворить, а наказание есть следствие нашей беспечности. Словами всякой душе человека обуздывает гордость римлян. Хотя бы кто, говорит, был царем, не избежит наказания, если творит злое, то есть остается во зле и не раскаивается. Ибо не сказал делающий, но делающий зло со счастлавием. А как иудей больше получил наставления, то он достоин большей казни, ибо сильные сильно будут истязаны. Премудрость 6.6. Понятно? Какие места? И более... Их анонических книг он ссылается на них. И более сведущие тяжело будут наказаны. Знал, да не делал. Есть еще места описания. Одно делал. И те, и другие будут наказаны. И знающие закон, и не знающие. А почему же не знающие-то? С чего ради будут наказаны, если они не знали? А за то, что, говорит, не хотели узнать по беспечности. Не знающие законы, где особо рта это тут верственности. Я, знаете, отвлекусь маленько, мы устали тут. Почему никто не встает у нас и не говорит, что помоги мне разобраться только, и я помогу тебе. Я бы помог разобраться. Мне нам нужно сейчас знать, кто у нас будет в лагере. Никто сидят, спокойно встали, пошли. Что вам нужно в лагере? Я говорю, месяц 20 дней. На месяц 20 дней. Должна быть обслуга, полный комплект. Я не знаю, сколько детей. Дети будут все равно. И никто не встает, никто не хлопочет. Никто у меня дорога не остановил и сказал, так ты деньги к вечеру возьмешь, когда сегодня-то нету еще, а завтра. Я в течение года буду брать. Здесь строка давности нету. Почему? Тут-то я заплатил, а теперь разница какая, когда мне деньги принесут. Все не вернут. Но Бог, Он меня на контроле держит. Бог мне вернет и на другое оно уйдет все. И не один. Вот я прошу Бога, чтобы люди возревновали об этом. Поднимите руку. Кто готов? Вот видишь как. Или другое все-таки. Нет, я готова всегда. Но у меня еще, знаете, мы в прошлый раз так говорили, кто бы из братьев-то был. Ну вот Игорь, я не знаю, как вот у него-то создать. Это главный для меня будет потеря. Я бы его начальником лагеря оставил. Главное это еще в том, что, а если вот у нас братьев не будет там на ночном одним вот там оставаться. Нет, никак. Мы попеременно будем. Или я, или Виктор. Он старший воспитатель. И у меня возникло такое предложение. Попросить на Урале брата Андрея. Андрея. Смирнягин Андрея. Смирнягин. Попросить его, чтобы он, ну хотя бы он две недели, другой бы две недели, ну на две-то недели. Это не ляг. Вы же далеко ехать долго. Долго очень. Немного дорого стоит. Они даже из-за денег не могут тронуться. Нет. Мы даже своими силами. Их всего там двое. И мы к ним будем обращаться за помощью. Это где наша судьба? Ну он-то знает эти обстановки. Он знает обстановку в лагере. Кирилл знает. Да нет. Это единственное. Я оставляю старшим игумена отца Кирилла. сын, который приезжал сюда, он уже взрослый, да. Вот может быть он как бы в помощь только. Ну какой он взрослый? Он еще ребенок. Он очень-то парень. Нет, я знаю. Представь себе, я ухожу и оставляю старшим игумена Кирилла, отца Сахару. Ты в лагере, а его там его группа с Москвы, ну и лагерь весь. И что я прихожу, ну пришел часа через три. Прихожу, он говорит, полчаса примерно, говорит, я тут Саш стал. Полчаса они меня просто сбросили. Все, там бомб, и они уже из-под контроля полностью вышли. Почему? Я ему дал все рычаги, кроме одного, наказание. Наказание никому никогда на одну секунду не дам в рычаг. Вы не умеете наказывать. К ребенку не прикасаться даже пальцем. Ты можешь только записать, сказать, выдать и все. Представь, 40 лет, нынче 40 лет будет, и у меня ни один человек, ребенка, ни родители, никто не имеет права наказывать детей. У меня лагерь имеет 100% гарантию. Ну, хулиган, может быть. Один хулиган, мы у батюшки фильм просматривали, а Татьяна, она толстая такая была, может, кто ее знает, Плеханова, Витя Плеханова, мама. И она была в лагере, вдруг какой-то мужик приходит, ребятишек убедил. Они говорят, заходить нельзя там, ну, а вы с вышки слазьте, пойдемте рыбачить. Чужой человек. Ну, она сказала, беги скорее. Ну, мы услышали и побежали. Виталий побежал, Андрей, вот этот, он сильный такой, Андрей Дробот, глухонемой-то. А мужик-то этот, как увидел, что мы бежим-то. Я первый прибежал-то. Я говорю, ты чего, мужик, разоряешься-то. Тебе же не просили, время уже, солнца к закату. Какая тебе рыбалка? Чужие реви дети. А что ты командоваешь? Я начальник лагеря, это мой лагерь. Да пошел ты. Я его за руку, он меня рукой вот так вот, вот, сильно и такой, сильно. Он мне прям рукой вот так пошел водить. Я руку его одну не могу удержать-то. Как наши прибежали, его сшибли сразу, веревками скрутили. А там бич этот, я его как начал бичом этим махаживать, по заднице-то. А задница толстая такая. И у него сразу штаны-то лопнули. Там ему здорово наказал. Да ну его скрутили, руки назад, в машину и в милицию, в район. Калмогоров фамилия. О, там было то, что как подняли участкового, всех, на завтра они приехали. Он за себя ходатайствовать взял Семена Сиськова. Уж там обещать, клясться, что никогда не приедет. А там как раскрутили. А у него сын в армии был. Там до сына, он собирался ехать, отказ ему везде. Там очень сильно взяли за это дело. Ну и он приехал. Я слабохарактерный человек. Я ему говорю, да ладно, отпустите уж вы его. Он больше ни разу не пришел. Лагерь неприкасаемый. Ни под каким видом. То есть к нам пытались. Вот так вот, на мой свое дело замучил. На спину руки к ногам подтянули его просто калачем. Вот так. Ну а я тут начал благословлять. Детей надо любить. Детей любить. Их не обязательно наказывать даже всегда. Но должен быть экзекутор хотя бы на горизонте маяч. Вот пришел вот этот Роман приедет. Наша Татьяна. Ты говоришь, ой, я долгатью здорово люблю. Дядя Игнатий злой, он такой добрый. Он говорит, завел меня наказывать, а не наказал. Он так по сапогу шлепнул, крапивой так. А слюнями под глазами провидишь, что ты плакал. И меня отправил туда ой-ой-ой. Это дети иногда говорят, да мне его не наказывать. Мне главное, чтобы он понял неотвратимость наказания. Как ты мог такую красивую девочку и ты толкнуть, ударить? Я его заставлю покаяться в этом деле. Я говорю, десять лет пройдет, ты винтом вокруг нее пойдешь. Просить будешь, взглянуть на тебя. Чукши не мы-то. Такие есть. Нам лагерь нужен человек серьезный. Я вот их брата Игоря оставил, я приезжаю, он никого не наказал, но все проступки по порядку. А уж я тут теперь собрал свидетель, было-было, заходи, было-было, отходи. Здорово. Я сразу разложил по полочкам. Все, опять все будет. Они эти линейки все любят. Даже те, кого наказывают, они послушают даже все это. И они понимают, что-то справедливо. Когда ребенок уезжает перед родителями, рядом родителей, а родителей я ставлю между собой и им, чтобы он меня уже никак не боялся. Теперь мама тебя держит за руку. Теперь скажи, тебя наказывали? Да, наказывали. Было, чтобы тебя наказали, ни за что несправедливо. Нет, не было. А ты обижаешься? Нет, не обижаюсь. Он уезжает примиренный. А его никак нельзя. Мать приехала, я говорю, ничего не знаю. Он неуправляемый. Я говорю, ну попытаемся. Попытка не пытка. Практически все управляемые. Совершенно неуправляемый был у меня только один. Вот через полтора часа сбежал. Мы пошли на первую прогулку, а он домой удрал. Удрал на трассу и на трассе там уехал. Но со второй попытки удрал. Бабка мне потом третий раз, она ему сказала, вот понимаете, ничего не могу с ним сделать. Я ему, наверное, ноги отрублю. Ноги отрублю внуку. Да, здорово. А он хвалился, а мы с мамой вместе выпивали, а мы с папой курим вместе, а баба трясется над нами, не дает. Вредная такая. Народ всякий, разный. И ко всем надо, а родители какие разные. Ой. Про меня, когда в телевизоре это показали, что у меня там беспредел, там избиение детей. Среди ночи приехали родители, детей забирать-то. А когда взял сына, там вырвал, рассчитались, и с сыном пошел, и дорога, его, видимо, стал спрашивать. Вот тебя там что делали? Говорит, ничего не было. Как не было? Так по телевизору показали. А там не показали, а сказали. Он говорит, ну вас заставляли ночью там ползать, там что-то. Нет, не было. Ну а днем вот это вот, там где-то в подземелье работали. В каком подземелье? Ну как же, говорят. Да ничего этого не было. Мы купались по шесть раз, на лошади катались. Он вернулся, мужик с сыном, и ко мне, ну возьмите, я... Погречился. Если я сдурел, говорит, если я говорю, нет, уже я не беру, ты уже порченный. Как ты мог проверить, взять сына, даже не проверив, не посмотрел. Это враги говорили. Они говорили, что хотели, говорили. Там мальчик хотел, на двор не отпустили, он упал, другой упал. Спать не давали, нос разбил. Ну ты покажи, кто он, где. Нечаянно, ну кто-то письмо сунул. Какое письмо? Чтобы матери отдали, чтобы там вроде вырвали ее отсюда. Ну покажи, где. Никого нет. Ни одного слова не сошлось. Я подал в суд и все процессы выиграл. На часах стоят, молятся. А? На часах, ну их же все жалеют, когда на часы поставят, их все жалеют. Ой, бедные дети, там все. Я выйду, смотрю, там закат, он стоит уже, залюбовался пацаненок, он никогда не видел в интернете все время. И напевает этот Царю Небесный, он поет полный рост. Это у меня наказание такое, что когда легли спать, в келью, то даже шепотом нельзя говорить. Утром прихожу, мне говорят, вот в этой келье смеялись. Было такое? Было. А почему? А два этажа, а он нижими ногами то уперся снизу и поднял того. Ну а тот сверху там плюнул, да еще и пукнул. Но им смешно. Воспитатель зашел, кто смеялся? Никого нету. Тогда все до одного то обязаны выходить. Оденьтесь потеплее, иначе с ним в руки прутик, и по разным местам я их в лагере ставлю, там за келью, чтобы друг друга не видели. Ну вот стойте, молитесь, положим два часа стоять. Ну по полчаса, на четыре дня. Все, как бабка отшептала, уже ни один не шумит, не кричит. У нас полная абсолютная тишина. Они стоят с прутиками, на луну смотрят, молятся за мной. Но разговаривать нельзя. И вот на каждое преступление должно быть свое наказание. Вот представь, парень пришел, пришли, а там раздевалка. И он стоял, и дверь пинал. Ребятишки пришли, говорят, дверь пинал, этот Костя-то. Я спрашиваю, ты дверь пинал, там в раздевалке? Пинал, а почему? Дурю маюсь. Дурю маюсь. А парень здоровый, У тебя нога сильная, да. Я ему дал чурку, вот пинаю туда, к лагере, к фруду, кати, а потом оттуда, чтобы у тебя нога еще сильнее была. Вот она тут чурка, а ребятишки хохочут. Он оттуда догнал чурку, а в руки брать нельзя, опять ее пинает, пинает, догнал. Охота пинать? Нет, не охота. Все. Одна девчонка, такая вредная, вредная была. Отец, говорит, перед отправлением чуть не убил ее. Своровала всю полочку и пошла помады, заграничные духовку купила, а всего там лет восемь ей. Ужасно вредная. Пошла в туалет, а там нарезанные бумажки на целый день. Она все до одной бросала, туалет глубокий, они как летят, она их все до одной спустила туда. А за ней пошли, бумажек нету. Ну, на кого думать-то? А перед этим было, за ней нету. Так, ты бросала? Нет. Ну, а кто ж? Ты пошла-то, они там были, а вышло, уже нету. Ну, созналась-то. Так, сколько там бумажек было, ребята, как думаете, сколько? Ну, примерно так, я беру газету, вот так согнул. Сколько сейчас получилось? Ну, две бумажки. Пополам. Четыре, восемь, шестнадцать, тридцать две, шестьдесят четыре, сто двадцать две. Все, я их разрезал, сто двадцать две бумажки. А там башня высокая. Он залазь на нее и бросай оттуда их. А ветер будет, а потом собирай, и до обеда работать не будешь, только бумажки собирай. А потом я приду в обед, если хоть одной бумажки не будет, за каждую горячей крапивой тебе попадет. А двое ребятишек за ней наблюдают, играют. И вот она уже устала. До самого обеда соберет их, а они летят, а то в крапиву, а она туда лезет, берет, опять соберет, лезет, и опять бросает. Больше ни одной бумажки она не бросала. Она бросалась. А как вы так придумали? Ну, это мой талант. Да, это талант. Я знаю, абсолютно адекватное. Она в этом должна увидеть самую себя, что это нехорошая у меня привычка была. Дети должны улучшаться. Вот были бы все такие, как Юра Бодю, вот можно было бы работать. Это сын сектантов был, Бодю. Родители высокие такие, стройные. Симпатичные. Оба одинаковые. На кого сказать, даже я не знаю. Как Витя Приханов, примерно, Савченко. И она, примерно, вот как Света Клюй, даже выше, наверное. Их сын. Два срока был. Но они почему ко мне отдавали сектанты? Потому что у него, говорит, теща, кандидат технических наук в Рубцовске, православная. И она сказала, ребёнок, что был в лагере Лапкина? Они привезли. А я, мы-то крестимся, они-то не крестятся. Он встал, Юра, ты только так можешь молиться? По-своему молись. А вот дальше уже Игорь может рассказать, что он тебе там? А он крестится, я подошёл, и я говорю, я смотрю, ты крестишься? Он говорит, да, мне, говорит, нравится. Я говорю, ты смотри, тебя же никто не заставлял. Нет, никто, а я смотрю, говорит. Ему сколько лет? 13, наверное. Ему тогда было 9, первый раз. Он просто такой, как тростиночка. А потом 11 было, ну, ещё больше мы не знали. Ну, 2 года приезжал. Ну, что интересно, я заметил, он сразу начал задавать вопросы по Библии. Тут же достал, достал вот, вот он, Гедеоновый, выпуск этот Гедеоновый, и мы с ним побеседовали, я ему рассказал о церкви, что-то. Это новая жизнь или как? Этих, нет, не новая жизнь, просвещение. Как? Просвещение, церковь просвещения. Это... Свет пробуждения. Свет пробуждения. Свет пробуждения. Но это филиал от киевского, этот, Аданте, известный негр, его посадили, кстати, сейчас. 50 тысяч у него община была, ну, налоги там все это посадили. Сколько ему дали? 5 лет. Ну, горят несправедливые и так далее. выпустят, откупят. Может. Откупят. У меня сомнений никакого нету. Откупят. Билет купят. Не, он куда уедет-то? У него и жена с ним помогает, я видел в пирме. Но еще он тебя спрашивал, православный, говорит, как-то летом, говорит, одеваетесь в шубу, а зимой босиком, говорит, хватит. Я говорю, ну, где, ну, где, говорю, это есть? Он, ну, где-то, видать, услышал от кого-то, он, ну, я тут вот не вижу, ну, вообще-то, говорит, у вас так же. Он расположен был, вот эта Маша, Политыкина, она тоже не какая-то. И они с ней, они с ней до того и удивительно, сошлись. А я ей, Лених, говорю, говорит, а что вы Машу зазираете-то? Маша хорошая. А она никакая, батюшка каждый раз, говорит, он стоит настолько безразличия, она уйдет. Ну, так все и было. Юра. И они приехали, когда, Юра, да ты совсем православный стал. И без всякой злобы. Вот. А один раз он, я не знаю, еще он уезжать, и кепку потерял. Где-то он кепку потерял. Да всем лагерем искали, да нашли. Спокойно-спокойно. Вообще никаких задоринок с ним не было. Десять дней он молчал, ходил белый такой. Потом как-то немножко поветрился. А потом слышу смех какой-то такой, да заразительный такой прям, как колокольчик. Я думаю, кто так смеется? Пошел. А он научился вот на тарзанке качаться. И он, видно, что никогда он ничего подобного не видел. И он так заразительно смеется по-детски. И такой довольный, опять встанет. Дядя Игорь, я вот, глядя, как у меня. Так она, представь, высота такая, гигантская кочевая. И на ней сюда заложить надо палочку-то и на веревки пошел. Я говорю, Юра, я что-то тебя не узнаю. Ты, говорю, какой-то как другой стал. А мне радостно. Я хвалю Бога, что я здесь. распускал. Надо все-таки, чтобы они были дней 12, это, 14, без родителей. А потом уже пускай. Чтобы немножко отошли они. Чтобы они поняли себя, что им нравится. Они не понимают даже. Он все время такой ходил хмурный, а потом все, и все, и он так стал играть со всеми. Ну, у него такие игры своеобразные. Он журнал выпустил. Но он говорит, это, говорит, и православный тоже подписал. Православно-протестантский журнал у него был. И там перерисовал, и писал словописание. Малину там берем. Я сказал, давайте на молоко наберем. С молоком бежим. А ребятишки подошли, говорят, а Кирилл ушел дальше на малине. И он ее, говорит, в кружку не берет, а в рот. Я говорю, ладно, потихоньку. Я пошел, так согнулся за кустами. А ребятишки сзади. И вот он берет, ягодку старает, святый, Боже. Вторую ягодку старает, святый, крепкий, святый, бессмертный. Я ребятам командую, назад, назад, не ходите сюда. Он молится. Какое мы имеем право трогать? И ушли. Пусть он молится. Да. А другой был, тоже пошел, послали зачем-то. А он, говорит, сел и сидеть ничего не делает. А что же он сидит-то там? Не знаем. Сел, уткнулся в землю и сидит. Может плачет? Нет, не плачет. Я потихоньку подошел сзади. А что ты делаешь? Да я жучка увидал. Он так интересно. То из норки, то в норку. Жучок. Он никогда в городе не видал. Не трожьте, ребята, и он как раз делает то, что ему надо. Вот так. А теперь он кончил университет. Спокойный. Помог мне форум создать. Понял? Вот оно как. Вовремя не тронуть-то. Ребенка надо нащупать, к чему он больше склонен. Посмотреть. Приглянуться. Вот у меня был сын, сын, они как дети уже. А я не могу. В кино и те, кино у батюшки смотрели. Там большая кино, это, видеотека. И я не могу идти. А чего у тебя болит? Да нога болит. Ребята, палатку военную сразу притащил, ложись на палатку. Да нет, да я. Ложись. За всех концов за палатку. И понесли его, потому что одного оставить нельзя. А мы донесем. Ну, ребятишки несут на палатке, здоровый парень. Представляете, сколько смеху-то было. Каждый хватает, тащит. И вот это поле донесет. Обождите маленько, мне уже легче стало. Скошил и пешком. То есть, к ребенку надо подойти на его уровню. И не просто я вымеряю, ты сам должен быть таким. Сороковой год. И вот нынче мне надо, ну, кто бы был. Чужого я, конечно, не поставлю, своего. Команда на благовестие на лето. В лагерь. Не знаю. Игорь и Виктор Савченко. Ну, еще, еще давай посчитаем. Заканчивать, может быть. Все уже. Все. Заканчивать, не надо. Все, все. Время, Игнать, молимся. Все, дошли до конца? Ну, да. До конца сегодняшнего. Это может такой, шестой стих. Нет, на десятом остановимся. На десятом. Гриблина, два деш. Давай, брат, уберем. И по полной, или по полной программе? По полной. А, по полной давай. Это семь минут. У нас тут почти все одинаково. Боже, милости, будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня, обесчислаясь и грешил Господи, прости меня грешного. И помилуй. За молитвы святых отец нашего Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесный, утешителю души истинной, и же везде своей, вся исполняя сокровища благих и жизни, подателю, прииди и вселися вне и очистены от всяких скверных. Спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне пресно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков, аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем вожняком нашим, И не веди нас во искушение, но избави нас от лука ваго, Ибо Твое Царство, сила и слава во веки, аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, Слава Тебе наш Бог и Его, Авва, Отче, Свят, Свят, Свят Господь Савову, Вся земля полна славы Его, Аллилуйя, Слава Вышних Богу и на земле мир, В человеках благоволение, Аллилуйя, Благодарю за день, когда даровал Твою святую веру в Твое пришествие в Страшный Суд, За день, когда Ты даровал мне святую Библию и толкование святых отцов, Аллилуйя, Господи Божий наш, слава Тебе, Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, Аллилуйя, Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога, Нашего спаси нас с молитвами Твоими, Благодарю Тебя, Матерь Божия, За помощь, сохранила отпадение и сокрушение, Предательство и измена, Молодушие и уныние отцеления, И впредь не оставь Твоим попечением, Покроем оформ любви Твоей, Господи Божий наш, слава Тебе, Благослови правители в этой стране, Дабы издавали добрые закона, Ибо строгое взыскание с них будет. Ангел Христов, хранитель мой святой, Моли Бога о мне грешнем, Добрый мой ангел, Благодарю Тебя, Столько лет Ты хранил душу мою, И в смертный час, Когда душа будет разлучаться от тела, Не покинь, И провини душу мою по мытарствам, Страшным и непонятным, И вини душу навеки, Вечное Царство Христа Бога, Нашего, Аллилуйя, Благослови патриарха Кирилла, Петрополита, Илариона, Епископа, Ифтихи, Максима, И весь священний, Чискин, Чискичин, И пошли истинных миссионеров, Христианам, Язычникам, Иудеям, Мусульманам и Буддистам, Иоанн Креситель, Претеща Христу, Моли Бога о нас, Иоанн Креситель, Благодарю за услышанную молитву, Господи, Научи нас жить и в бедности, Имея пропитание и одежду, Быть довольным, И каждому дай жилье, Господи, Боже наш, Слава Тебе, Продли еще мир на земле, Подними этот народ несчастный, Японскому народу дай добрые земли, Обрати ее, Господи, К еврейскому народу пошли миссионеров, Дабы этот многострадальный народ Принял Тебя как истинного мессию, Спасителя, Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, Образ, Крота, Сива, Сдержание, Добрый архипастырь, Моли Бога о нас, Благодарю за услышанную молитву, О людях и животных, Господи, Боже наш, Слава Тебе, Укроти не покорилась жен, Галину, Екатерину, Евгению, Надежду, Святану, Марию, Раису, Ларису. Дай им послушание, Не дай им погибнуть. Избави от пьянца Павла, Иосифа, Михаила, Андрея, Сергея, Васильевна. Святый пророк Илья, 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 Пророк Михей, молите Бога о нас, да даруй Господь Духа пророческого, дабы день Твоего пришествия не застал нас спящими, но выше навстречу Тебе с горящими светильниками, с сосудами, полными илея благодати Духа Твоего Святого, аллилуйя, святые ангелы, архангелы, хирургимы и серафимы и все небесные силы, престолу Божию предстоящие, молите Бога о нас, святые всехвальные апостолы, первоверховные Петер и Павел, святые евангелисты Матфея и Марк, Лука и Анна, молите Бога о нас, даруй Господь жажду исследовать Слово Божие, ибо через Него мы надеемся иметь жизнь вечную, украти непокоримость священников, мешающих благовестий, и нам приготовь все необходимое для этого. Мужченики, мужченицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Сминский Усин, Философ Хосмайя Демьян, Андрей Стратилат, Иерун, мужченик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Некомендийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мужчеников, Саль, Николай, Святое Царское Семейство, Владимир Вениамин и Иосиф Борис и Глеб, молите Бога о нас, да укрепит Господь церковь свою, дабы никто не принял начертания зверя антихриста на правую руку или на челу. Аллилуйя! Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Феодосик, Корнилий Ио, Сергий Радоневский, Сифон Пермский, Серафим Старовский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Иоанн Тайский, И все переводчики Священного Писания Филарет, Александр Невский, Вступи за землю русскую. Услыши молитвы наши. Сохрани нас в святой православной вере. От заблуждений, ересей и секты избави нас, Господи Божий наш, и страну нашу, дабы истина Твоя воссияла. Святые жены и девы, Фехла первомученица, Фатина, Самаренина, Феврония, Вера, Надежда, Любови, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепятую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Приски, Лая, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устину, молите Бога о нас. Услыши нашу молитву, Господи, благослови путешествующих и Марина возврати. Будь милостив к нам, пошли нам все необходимое для благовестия, Господи, сердца людей приготовь к слышанию слову Твоего и посеяно сам возрасти. Прими нашу молитву и возъяне рук как жертву вечернюю благоухание приятное перед престолом благодати. Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, о всех желающих творить нам благо просим. Услыши молитву и о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. Томящихся в узах засловутых Константина, Александра, Людмилы и неведомых страдальцев посети, освободи. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, слушай, это раб Твой. Говори, Господи, Аминь. Мы сегодня причастники с братом Владимиром. Помоги Господи, спасти Христа. Считается ближе к Богу.